Пикник на обочине в жизни Романа Кондратенко чаще всего выглядит так. Туристическая плита с газовым баллоном стоит между тягачом и прицепом. Дальнобойщик с 15-летним стажем варит кофе прямо на трассе. По технике безопасности вариант обеда не самый идеальный, но бывает, что в дороге других вариантов просто нет. Много мест таких, где покушаешь, потом все лесополосы будешь оббегать, потому что туалетов на трассе нету практически нигде. Но варка кофе на обочине не самая экстремальная процедура. Принять душ вдоль трассы, на что не пойдешь после нескольких дней за рулем. По словам Романа, приличные места отдыха на трассах в регионе в лучшем случае находятся через 200-300 километров друг от друга. Не хватает честных заправок, сервиса, стоянок для отдыха, где ты мог не так, как на обочине мы здесь, какой-то ремонт производить. Протяженность федеральных и краевых трасс в Краснодарском крае больше 10,5 тысяч километров. Трафик на отдельных участках дорог уже приближается к 30 тысячам автомобилям в сутки. В таких условиях придорожный сервис становится системной отраслью. На ее развитие власти региона смотрят не как на косметический ремонт отдельных мест на трассах. Речь идет о создании полноценной дорожной сервисной инфраструктуры. Важно, чтобы курорт, он начинался с момента пересечения границы Краснодарского края. Нужен четкий алгоритм, каким образом сегодня привести весь придорожный сервис в плане именно торговли под какой-то один знаменатель. Пусть будут пирожки, пусть будет все, но все будет цивилизовано. Глава муниципальных образований, сделайте четкую инферизацию всего того, что настроено вдоль ваших дорог, в веренных вам образованиях муниципальных. В свою очередь, создание придорожных зон станет толчком для развития вокруг них и малого бизнеса. В европейских странах система обслуживания автолюбителей работает не один год. Через каждые 70-90 километров на трассе водители могут найти оборудованные площадки для отдыха, стоянки и питания. Многофункциональные сервисные зоны, к чему хотят прийти в Краснодарском крае, должны заменить спонтанно разбросанные на трассах кафе, заправки, шиномонтажи, порой с очень непредсказуемым качеством собственных услуг. В идеале, такие комплексы должны включать в себя места для стоянки автомобилей, кафе, магазины, заправку, шиномонтаж и даже душевые. И все это выдержано в едином, желательно, кубанском стиле. Пока же из-за отсутствия единой системы обслуживания на автотрассах, Краснодарский край, как и в целом вся Россия, выпадает, например, из международной системы караванинга. Групповые путешественники на автомобилях заезжают не так часто, как это было бы возможно. Люди, значит, две тысячи километров проезжают для того, чтобы ехать на курортном, отдохнуть. И на территории Краснодарского края так у них получается, что в ночное время они, значит, вынуждены остановиться и отдохнуть. Так нету места, где отдохнуть. Они останавливаются непосредственно, значит, на обочине дороги. Отдых испорчен. Южное направление – одно из самых загруженных в стране, поэтому эволюция придорожного сервиса на Кубани даст импульс развития туризма. Причем как внутреннего, так и въездного, подмечает Кондратьев. И ухоженные места для отдыха на трассах, да еще и с местным колоритом, заставят водителей лишний раз нажать на тормоз и оставить деньги за комфортное обслуживание в регионе. Мы сделали образцовый, три схемы, три варианта схемы размещения придорожных объектов сервиса. Образцовый мотель. Мотель с всеми объектами обслуживания. Есть готовый проект. Он разработан вплоть до последних деталей, до резных конструкций. Должна быть общая стилистика. Общую стилистику и концепцию Кубанского придорожного сервиса разрабатывать будет Краевой департамент архитектуры. А курировать реализацию проекта – департамент потребительской сферы. Районом, через который проходят автомобильные трассы, Венимин Кондратьев предложил самим, с учетом местных особенностей, разработать стиль для зон отдыха вдоль дорог. Главом. Каждый из вас, как никто иной, знает свой придорожный сервис, свой ландшафт, свой рельеф вдоль федеральной дороги. Вот ровно месяц на то, чтобы вы, Юрий Леонидович, представили свое видение, только конкретное, предметное на бумаге, как вы себе видите свой придорожный сервис. И если через месяц, до 1 сентября, вы не представляете, тогда мы предлагаем свой вариант, который будет взят вами на исполнение. И никакой уже вольности и уже творчества у вас не будет. Но развитие придорожного сервиса невозможно без улучшения качества самих дорог, акцентирует внимание Вениамин Кондратьев. Ведь от состояния дорожного покрытия зависит, будет ли комфортно путешествовать в регионе. Самая главная цель стандартизации сферы услуг на трассах – создать для потребителя сервис, предсказуемый по качеству. Александр Иванченко, Юлия Кишинева, Денис Перец, Денис Москаленко, Эдуард Тараканов, Кубань-24. Субтитры создавал DimaTorzok